В Волгограде сыграли спектакль о жизни в российской глубинке. Поставили его по рассказам фермера из Иловлинского района. Андрей Прошаков уже 10 лет пишет об односельчанах и деревенской жизни. Свои миниатюры до этого публиковал в социальных сетях. С автором познакомилась Алина Селезнева. Хутор, улица, а нетрезвый Ванька Эрн идет с бумажным букетом цветов. Вслед ему кричит мать, шапку одень! Сдухнешь же от менингита, морда осужденная! Привычная для деревни пастораль удивить может разве что городских. У кого отелилась корова, почему в магазине завезли хлеб, с кем любезничал пастух Санька. Если бы у хутора Широкова была своя газета, она, пожалуй, была бы наполнена такими заметками. Роль сельского летописца на себя 10 лет назад взял Андрей Прошаков. Маленькие рассказы о зарисовке сначала просто записывал, потом начал публиковать на своей странице в социальных сетях. Сегодня его творчество вышло на театральной подмостке. Сам автор рад, но не только этому. Радость замечает состояние души деревенского жителя. Как бы вам, горожанам, было бы не обидно, но сегодня селяне – это те, кто двигает всю экономику, это выдающиеся ученые, это выдающиеся писатели. И у нас сегодня получается смычка в городе, в деревне. Она увидит, постарается увидеть действительно той жизни, в которой живет в деревне. Она живет позитивно, у нее есть беды, горести, но, в общем-то, она веселая деревня и неунывающая. Устроить театрализованную читку миниатюр решили в Волгограде друзья Андрея Прошакова. Профессиональные актеры и любители. Крошки и вошки вселенной. Так называется эта постановка о вроде бы мелких жизненных ситуациях, но часто таких по-философски глубоких. Смеются над деревенскими случаями не только горожане, но и сами жители хутора Широков. Они же герои рассказов. К театральной премьере подготовились. С собой привезли полевые цветы для актеров. При этом, улыбаясь, замечают о том, что они еще и литературные персонажи. Узнали недавно. Знакомым с ним уже, как говорится, 10 лет. Но узнали несколько лет назад. Когда живешь жизнью, а со стороны себя посмотреть очень интересно. Мы сначала не знали поначалу. Мы сначала диск выпустил с песни, послушали. А потом начал писать. Мы сначала не знали. Тихаря все делали. Иловленский фермер, между тем, в своем хуторе известен еще и как композитор. Поэтому для театральной зарисовки взяли его музыку. На вопрос, откуда столько талантов замечает, в деревне мыслиться по-другому. А истории, как картошку, можно найти даже в огороде. И с последним, конечно, у нас пастух. Пастух в Опутске потерял шлепки. Теперь ему надо за ними ехать. Его размера нет в магазине. Ему теперь придется ехать в райцентр и купить эти шлепки. Вот у нас такой. Последний случай, который очень сильно обсуждается. Эта история тоже почти наверняка станет темой для рассказа. Прочитать ее, как и остальные миниатюры, можно будет в социальных сетях автора. Впрочем, поклонники творчества уже подали идею издать книгу.